Арктика В Арктике четыре полюса. Географический северный полюс, магнитный, полюс холода и полюс недоступности. Эти точки в северном полушарии достаточно широко разбросаны и не совпадают с географическим, через который проходит ось вращения земного шара. Северный полюс. О его существовании подозревали древние пифагорейцы. Найти его стремились мореплаватели. В XVI веке Герхард Меркатор, полагаясь на интуицию, нанес северный полюс на карту. Считалось, что через эту таинственную точку можно проложить кратчайший путь из Европы в Китай. Первопроходцы верили в легенду, что около полюса существует свободное от Ольда моря. Список смельчаков возглавил английский мореплаватель Генри Гудзон. Искали северный полюс адмирал Василий Чичагов, барон Константин Фибс, Джон Франклин, Уильям Парри. Ближе всех к центру земли подошел Нансен на знаменитом Фраме. В 1908 году американский исследователь Фредерик Кук заявил о том, что достиг северного полюса. Однако Кук не смог предоставить убедительных доказательств, и его заявления не были приняты. Равно как и утверждение Роберта Парри. Только американцы организовали 14 крупных полюсных экспедиций, но все они потерпели неудачу. Не удалось осуществить планы покорения северного полюса ни англичанам, ни шведам, ни итальянцам. Правда, одной из партий Умберто Кани удалось достичь 86-го градуса северной широты. Не дошел до полюса и прославленный Нансен в 1894 году. Российская экспедиция Георгия Седова, отправившаяся покорять полюс в 1912 году, была обречена на провал из-за плохой подготовки. Идея шведских исследователей, используя для достижения полюса воздушный шар, закончилась трагически. Останки экспедиции были обнаружены 33 года спустя на острове Белом. Полюс пытались покорить на лыжах, на собачьих упряжках, на самолетах и дирижаблях. Первая попытка покорения северного полюса по воздуху Руальда Амундсена в 1925 году закончилась катастрофой. Год спустя удача улыбнулась Ричарду Берду, а вслед за ним Руальду Амундсену. Бесстрашный исследователь на дирижабле Норвегия с командой 16 человек достиг северного полюса и совершил два облета вокруг него и островов Аляски. В конце 40-х годов начались широкомасштабные исследования Центрального полярного бассейна. Десятки самолетов бороздили арктическое небо, совершали посадки на неподготовленные ледовые площадки, высаживая мужественных ученых, исследовавших природу Арктики. 21 мая 1937 года в 30 километрах от Северного полюса на лед высадились участники первой научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1» Ивана Папанина, океанограф Петр Шершов, метеоролог Евгений Федоров и радист Эрнст Кренкель. В течение девяти месяцев вели научные наблюдения на станции. За это время она прошла в результате дрейфа 2850 километров до восточного побережья Гренландии, откуда 19 февраля 1938 года полярников сняли ледоколы «Таймыр» и «Мурман». Первыми людьми, ступившим на Северный полюс, с чего достижения не было подвергнуто сомнению, стали участники советской высокоширотной воздушной экспедиции «Север-2» под руководством начальника главсевморпути Александра Кузнецова и в составе Павла Гордиенко, Павла Сенько, Михаила Сомова, Михаила Острекина и других. 23 апреля 1948 года, вылетев на трех самолетов с острова Котельный, они приземлились, приледнились практически на точку 90 градусов северной широты. Установили временный лагерь на Северном полюсе и в течение следующих двух дней вели научные наблюдения. Через три дня исследователи вылетели обратно на континент. Благодаря этим исследованиям мы знаем географические координаты Северного полюса – 90 градусов северной широты. Долготы полюс не имеет, так как является точкой схождения всех меридианов и часовых поясов. Поэтому здесь нет времени. Глубина океана в этой точке составляет 4261 метр. Ближайшим участком суши к Северному полюсу считается остров Кофеклубин, а ближайшим населенным пунктом – в 817 километрах поселение Алерт на острове Элсмир в Канаде. Средняя температура на полюсе зимой около минус 40 градусов, летом преимущественно около ноля. Северный полюс – удивительное место. Здесь нет четырех сторон света. Куда ни повернись, везде юг, и все ветры дуют туда. Здесь вместе с суточным вращением Земли никогда не восходят и не заходят звезды, а полярная звезда навечно застыла в зените. Полюс – это точка пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью в северном полушарии. В настоящее время ось отклонена от вертикали на угол 23 градуса 27 угловых минут. Именно из-за этого происходит смена времен года. На орбиту Земли влияет много факторов. Она колеблется. В результате наклон земной оси меняется. Временные масштабы здесь десятки тысяч лет. Именно изменение орбиты Земли обусловило главную климатическую особенность последних миллионов лет – циклическое повторение холодных ледниковых периодов. В 1998 году в течение месяца Северный полюс сместился в сторону Канады на 50 километров. Сейчас он ползет вдоль 120-й параллели западной долготы – конечная точка Дрейфа, Большие Медвежьи озера в Канаде. Как изменится жизнь на планете от смены полюсов? Этот вопрос тревожит умы ученых. Споры и исследования продолжаются.